Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на уроки по главам Торы. На этой неделе у нас две недельные главы, Вояков и Пкудим. Кроме этого, мы будем читать третий отрывок, это отрывок о Новомесяче, поэтому есть о чем поговорить. И мы заканчиваем целый хумаж, мы заканчиваем целую книгу, книгу Шмот, Хазак, Хазак, Ванес Хазак. Однако, несмотря на то, что вроде бы много очень материала, если вы посмотрите эти две недельные главы, повторение. На самом деле, если вы посмотрите, практически нету комментариев. И мы теперь по-настоящему наконец-то строим мешкан. В недельной главе Трума и Теца вы нам рассказали, как его строить, а в недельной главе Якова Кудим, более-менее, мы теперь строим мешкан, и комментарии разные дают объяснение, почему столько раз повторяется одно и то же. Однако, я хотел обратить внимание на несколько интересных моментов, которые, несмотря на то, что много повторений, нам будут очень, на мой взгляд, поучительны. В недельной главе Яков, после того, как недельная глава начинается с запретами, запретами, что нельзя мешкан строить в субботу. И потом написано, что Мойша Бен всех созвал, он им сказал, что мы будем строить мешкан. И после этого написана интересная фраза, на первый взгляд, она кажется лишней. И вышла вся община сынов Израиля от Мойши. То есть, они пришли, он их собрал, и потом они ушли. То есть, эта фраза, что они ушли, по-своему является лишней, потому что, само собой разумеется, что они там не остались, они просто пошли строить мешкан. Зачем же нам Тора подчеркивает, что они ушли от Мойши? И некоторые комментарии говорят, что после того, как Мойша дал им урок, когда они ушли от Мойши, на них было видно, что они только что побывали у Мойши. Мойши, мы его называем Мойши Рабейну, наш учитель, он имел силу не просто рассказывать и учить на сторе, но это влияло на людей. Сила цадика, сила праведника, сила особенно Мойши Рабейну, настолько влияло на людей, что те люди, а там весь народ Израиля был собранный, там были мужчины и женщины, все, кто строил храм, мешкан. После того, как они покинули Мойши, было видно, что они побывали у Мойши. И поэтому написано, что покинули они от Мойши, это было видно. И я хотел проиллюстрировать две интересные истории. Одна из них случилась около двух тысяч лет назад, а другая случилась около двухсот лет назад. Но обе истории показывают, как влияет на человека и праведник, и святость. Первая история, которая сейчас две тысячи, практически две тысячи лет назад, она записана в Медрэше. Медрэш не в нашей недельной главе, а Медрэш в недельной главе Толдос. Приводит интересную историю. Когда римляне захватили Иерусалим, это была эпоха, значит, разрушения второго храма, и римляне захватили Иерусалим, они, когда, значит, когда враги, написано, враги зашли в Иерусалим, на самом деле там не чётко написано, какой момент это происходило, некоторые говорят, что это было время греческого восстания, то есть написано, что враги, написано, что враги вошли в храм. И они, написано, что они боялись, некоторые из них говорят, что они боялись войти в храм, некоторые говорили, просто они хотели, чтобы евреи вошли, потому что евреи знают все входы и выходы. И враги, они сказали, что пусть еврея первым войдет Пусть сначала войдет еврей И они нашли, действительно, был такой Иосиф Мешиха Или Мешиса, там разные мнения Он, как вы сами понимаете, был не самым большим праведником То есть он был еврей, который был готов первым осквернить храм Это времена второго храма Он первый, кто согласился осквернить храм И ему сказали, ты заходишь первым И ты можешь взять все, что хочешь Хорошо Иосиф зашел в храм И он вышел с минорой Красивый золотой подсвечник И он взял себе минор Ни много, ни мало Ему сказали, нет, это уж слишком Слушай, ты простой мужик Зачем тебе прям такой целый золотой семисвечник Возьми что-то другое себе Ну, гоня, нет А ему сказали, ну ладно, иди, возьми что-то другое И тут он сказал Я больше туда не пойду Он сказал, что мало того, что я разозлил своего господина То есть Бога один раз Выходи, чтобы я второй раз туда пошел И тут же было дело принципа Они ему сказали, иди второй раз Они ему сказали, там, предложили ему на три года его лишить Обязанности платить какую-то пошлину Он сказал, я второй раз туда не пойду И приводится в Медрише Что его страшно, там, страшно как его замучили до смерти Но он второй раз не зашел Комментарии, более современные комментарии говорят Что же действительно произошло И человек, который опустился настолько низко Который был То есть он как бы был ниже даже, чем враги Которые враги как бы не хотели зайти в храм Он опустился настолько И взял, на минуточку Он взял Готов был себе забрать минору Как он изменился И сказал, ну, я больше не пойду И действительно его замучили То есть он, то что называется, раскаялся Так, если не ошибается, был Рабхан Шмолевич Который говорит, что он побывал в храме На него повлияло это святость Очень интересно Да, он был очень низко Да, он был грешник Но он побывал в святом месте И когда он побывал в святом месте Хотя он не зашел в это святое место По таким благим намерениям Но святость на него повлияла То есть это связано напрямую С нашей недельной главой Мешкан, это святость Святость влияет на человека Хочет, он не хочет Человек когда Соприкасается со святостью Это, кстати, может быть не обязательно В наше время тоже Мы не можем Нам нельзя ходить на храмовый город А наоборот Евреям запрещено ходить туда Но у нас есть синагоги У нас есть святые книги У нас есть святые учения Любая святость Какой бы либо в мире Еврей не прикасался Чему-то святому Оно на него влияет Вторая история Уже поближе к нам Она произошла около 200 лет назад И тут уже не святость храма Действительно святость садика Более похоже на В нашей недельной главе То, что было написано Рассказывает эту историю Про большого был рэба Рэба Шлойма Карлина Шлойма Карлина Сейчас есть Даже несколько знаменитых Битвей карлинских хасидов Интересно, что он не является Напрямую Он был учеником Самого первого Столинского рэба Рэба Арн Карлина То есть он был его учеником Но как бы считается Одним из главных Покровин Он жил около 200 лет назад У него очень много Написано О его святости И какой он был Действительно великий цадик В конечном итоге Приводится, что он Погиб Для священия Имени Божьего Но Рассказывает эту историю Которую я хотел с вами поделиться Что Один простой хасид У него был сын И этот сын Потихоньку 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 К сожалению Отходил И отходил И отходил От Труктор И Все Он уже практически Ничего не соблюдал И его отец уговорил Пойдем все-таки Крэбе Как бы попрощаться Этот сын хотел Покинуть отцовский дом Пошли все-таки И он привел К этому К Рэбшлобе Карлины И Рэбшлобе Карлины С ним говорил Действительно Как бы Никакого влияния Вроде бы Он не провел на него Но потом Когда уже уходил Этот юноша Рэбшлобе Карлины Направлен против евреев И евреи Пытались что-то сделать Как-то его отменить И они узнали Что один из чиновников Местных чиновников На самом деле Это еврей Который К сожалению Все бросил И к сожалению Слали делегацию Слали делегацию К этому чиновнику И он нам рассказывал Вот эти слова За его одежду За его одежду И начал его трясти И начал на него кричать Эвшедох Эвшедох Он начал кричать Вот эти слова Вот этого раввина Вот этого цадика И он начал ему Кричать их И надо И вот интересно Этот наш Давайте его назовем Не совсем хороший чиновник Начал плакать Он настолько растаял И он действительно заплакал И он сказал Да Знаете что Я вас Я все сделаю Что надо Все Идите по дому То есть с днем Он не вернул Я не знаю Опять-таки Тяжело Много лет спустя Читать Где эти истории Написано Что там с ним случилось Мне написано Что он прям-таки Вернулся К своему народу Но он Он помог Справиться С этим законом С этим указом То есть мы видим Люди Которые На очень низком Сожалении Были уровни Но Если они Коснулись Чего-то святого Цадик Который сказал Вот эти два слова Значит Каждый раз Когда он грешил Ему это Значит Снимал На самом деле Понимаете Простой человек Слушает эту историю Ну вот Человеку жизнь испортит Пусть он хоть В этом мире наслаждается Нет ему Испортили всю жизнь На самом деле Есть очень интересные слова В Эсхаймах В Эсхайм говорит Что даже Человек Когда грешит Не про нас Не про кого Будет сказано Но если человек Во время того Что он грешит Он вздохнет Человек Ну и что-то делает То что он не должен делать И посредине У него На полусекунды Какое-то такое Знаете Святое Что-то промелькнуло И он вздохнул Ну что же я делаю Так вот Сахарм говорит На эту полусекунды Он сейчас Садик Написано Что на том свете Ему как бы в рай За эти полусекунды То есть Если Слава Богу Бог нам Дал детей Или внуков То же самое Надо их учить И воспитывать Чем больше Мы можем Подзарядить Вот эти батарейки Святости Чем человеку В жизни будет лучше И человек уже Будет не тот же сам Тоже так же Как в нашей Недельной главе Написано Что Мойша Когда люди Покинули Мойша Было видно Что они были У Мойши И ушли они От него Дальше В Недельной главе Приводится Кто же строил Храм Написано Мешкан Мешкан строили Все евреи Они участвовали В Мешкане Однако Основной Если так можно сказать Строитель Был Битсалер Приводится Мойша сказал И сказал Мойша Это 35 глава 30 стих И сказал Мойши Сыновьям Израиля Смотрите Господь призвал Именно Битсалеля Сына Ури Сына Хура Из колена Игуды И наполнил Его духом Битсалел Это тот Кто Был самым Главным Строителем Если так можно сказать Умельцем Интересно Дальше написано Что у него Был помощник Алиав Из колена Дана Но здесь написано Что Битсалель Сын Хура Внук Хура И комментарий Говорит Зачем Приводится Его дедушка Обычно У евреев Приводится Имя И имя Отца Его помощник Кстати написано Не написано Про дедушку И про его помощника Просто написано Алиав Сын Алиав Ахисаман Почему же Именно про Битсалеля Написано Ури И еще Сын Хура И не надо Говорить Что может Была Однофамиль Знаете Похожие Имена Нет Битсалел Он был Единственный Битсалел Потому что Слово Битсалел Он переводится Битсел Кел Он был Как бы В тени Всевышнего То есть Он как будто Понимал Всевышнего Написано Что он знал Все тайны Торы И так далее Не было Другого Битсалела Не для этого Написали Его дедушку Раша Говорит Что этот Хур Его дедушка Это был Сын Мирьем Кто же Был Сын Мирьем Если Вы помните На прошлой Неделе Когда Евреи К сожалению Сделали Золотого Тельца Погиб Хур Хур Который Восстал Против Евреев Которые Строили Этого Тельца Хур Который Не Поддался Им Они Его Просто Убили И поэтому Торы Подчеркивает Что На первый Заг Кажется Что Вот Хур Все Погиб Отдал Свою Жизнь Подчеркивается Что Его Внук Именно Его Внук Ему Всевышний Дал Вот Этот Дар Божий Прямо Смыс Для этого Слова Строить Мишкам И Именно Бецелел Именно Бецелел Который Был Сын Ури Сын Хура Внук Хура Именно Он Строит Мишкам То есть Всевышний Заплатил То Что Хур Пострадал Да Хура Дал Свою Жизнь Ради Всевышнего Всевышнего Вернул Именно Его Внук Строит Мишкам Само Собо Разумеется Когда Кого-то Сыновья Или Внуки Или Потомки Что-то Хорошее В этом Мире Делают Это Дает На том Свете Душе Умершего Наслаждение И приятно Что-то Как бы Его Достояние Интересно Что Бецелел То есть Бецелел По-своему Это Символ Многих Евреев Которые Потеряны Были Не по Своей Вине Было Много Поколения Советских Евреев Не По Их Вине Которые Были Оторваны От Всего Святого Очень Многие Из них Не хотели Покидать Свою Религию Очень Многие Хотели Соблюдать Но Не вам Рассказывать Много Много Десятилетий К сожалению Не было Возможности И Евреи Были Оторваны И потом Какие Уже Внуки Очень часто Это Внуки Тех Кто Не по Своей Вине Не смогли Соблюдать Возвращаются Надо Помнить Если Мы Являемся Этими Внуками Может Мы Являемся С этими Бетсалелами Которые Бетсалел Кел Которые Соединяются Со Всевышним И мы Соединяем Эту цепочку Которая На первый Зайд разорванная Цепочка С нашими Иногда Дедами Иногда Прадед Иногда Прапрадед Кто его знает Сколько поколений Были оторваны Но здесь Мы Соединяем И мы можем Соединить И Кто знает Чьи молитвы И чьи Слезы Помогают Нам Вернуться Действительно Вернуться Ко Всевышнему Вернуться Соблюдать Законы Тора Дальше Как я уже Упомянул Бетсалел Дали помощнику Бетсалел Дали помощника Алиян Сына Хасамаму И с колена Дана И опять-таки Коментарий Зает вопрос Зачем ему Помощник Все было Чудесным образом Сделано Потому что Коментарий Подчеркивает Что Они были Рабами Евреи Которые вышли Из Египта Они были Рабами Они в лучшем Случа Умели Строить Пирамиды И кирпичи Если вы Когда-то Видели Картинки Как выглядел Мешкан Там должна Была Точная Работа Быть Там Работа С золотом Работа С драгоценными Металлами Работа С ювелирными Изделиями Как Они могли Это сделать Откуда У них Взялась Эта Возможность И Желание И откуда У них Возможность Умения От Бога То Что Называется Дар Божий Так Если Всевышний И так И так Дает Дар Божий Зачем Помощник Пусть Бецал Все Уже И сделал Но Здесь Мы Видим Очень Интересную Вечь Нехорошо Нездоровый Так Можно Сказать Когда Один Человек Заведует Целым Проектом Что Бо Это Не было Даже Если Это От Бога Нехорошо Когда Один Человек Заведует И Все Просто От Него Кто Его Думайте Но Бог Нас Хотел Научить Что Всегда Лучше Чтобы Было Главное И Помощное Не Было Чтобы Диктатура Не То Что Культ Личности Но Нехорошо Когда Проект Строится Только Один Человек Потому Что Все Мы Люди Иногда Человек Может Ошибиться Иногда Человек Может Что Неправильно Кто Будет За Ним Следить Кто Будет Поправлять Подчеркивается Что Да Всевышний Специально Ему Дал Помощника Более Того Подчеркиваю Что Бецалел Он Был Из колена Ягуда Ягуда Это Царское Колено Колено Ягуда Ягуда Его символ Это Лев Потомки Царя Давида Царь Давид И его потомки Это Колено Ягуда Бецалел Кто Его Помощник Его Помощник Альяв Ихасаман Из колена Дана Интересно Что Эмблема Колено Дана Это Змея Колено Дана Считалось Самым Низким Коленом Это Замыкающее Когда Они Путешествовали Колено Дана Это Было Замыкающее Колено Они Они Шли Позади Всего Стана И Подчеркивается Что Всевышний Хотел Показать Что Не Зависит Из Какого Колена Происходит Человек Он Может Происходить Из колена Ягуда Он Может Происходить Из колена Дана И У колена Дана Тоже Есть Чем Похвастаться Знаменитый Шимшин Был из колена Дана То есть Не то Что Не дай бог Отброс Общество Но Как-то Знаете Так Уж Считалось У Еврея Что Было Не Самое Царское Колено Скажем Так И Всевышний Подчеркивает Что Откуда Будь Человек Не Произошел Или Он Произошел Из То Что Называется Люди Из Головых Кровей Или Колено Дана Как бы Змея Чуть Не Присмыкающаяся Если Он Человек И Он Хочет Помогать Бог Даст Ему Дар Он Может Быть Салел Может Али Аб И Они Будут Строить Мешкан С помощью Всех Остальных Всех Остальных Евреев Дальше Кстати Тоже Когда Они Когда Они Строили Написано Про Бецилела Там Подчеркивается Интересная Вещь И И Всполнил Сердце Их Мудростью Я Говорил И Дальше Написано Что У Бецилела Был Дар Учить Других И Способность Учить Других Тоже Очень Интересно Очень Многие Люди У них Есть Дар И Они Могут Сами Делать Но Они Не С Работать Они Не Могут Никому Научить И Очень Часто Бывает Что Ходит Человек Талантливый Но Один Человек Не Может Все Сделать И Пользы От Него Нет Поскольку Он Нем Не Может С Другим Он Работать Не Может У Бецилела Было Еще Одно Хорошее Важное Качество У Него Был Дар Учить И Преподавать Другим Кроме Других Это Тоже Дар Который Ему Дал Бог И Поэтому Подчеркивается Кроме Этого Рухаим Говорит Очень Интересно У него Был Дар Учить Других И Он Так Пользовался Даром Он Поделился С Другими Людьми Своим Даром Тоже Часто Бывает Особенно Наше Время Все У нас Копирай Права Защиты Защиты Прав У Этого Человека Права На Это Права На Это Я Придумал Ты Придумал Чтобы Кто-то У меня Деньги Не Забрал Я Не Говорю Что Это Совсем Неправильно Нехорошо Действительно Когда Кто-то Что-то Придумал И Все Остальные Будут Этим Пользоваться И Забирать У него Деньги Но Во Времена Храма Написано Что Были Люди У которых У них Был Дар Они Ни Бога Смотреть Правде В Глаза Что Да Есть Конечно Вещи Которые Человек Может Сам Себе Путем Работать Но Все Вещи Которые Таланты Это От Бога И Если Кому-то Бог Действительно Дал Какой-то Талант Каким Бо Талант Ни Был Если Человек Может Что-то Объяснить Если Человек Может Что-то Руками Сделать Если Человек Может Что-то Построить Иногда Человек Может Кого-то Успокоить Есть Разные У разных Людей Разные Разные Таланты Кроме Того Что Конечно На Этих Талантах Можно Хорошо Подзаработать Но Надо Не Забывать Что Бог Дает Эти Таланты Не Только Чтобы Заработать Деньги А Чтобы Помогать Другим Если У Кого-то Действительно Есть Возможность Кому-то Другому Помочь Талант Каким Бо Он Был Или Выслушать Кого-то Или Помочь Кому-то Советом Или Кому-то Материально Да Человек Имеет Право Зарабатывать Деньги Таким Образом Но Не Забывать Откуда У него Этот Талант И То Что Бцалел И У него Было Как бы Два Таланта Во-первых Бцалел Мог Сам Это Делать И Кроме Этого То Написано 35 Предложение Здесь И Исполнил Сердце Учить Способность Учить Учить Других Это Важная Вечка Человек Она Есть Не 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 Стесняться Помогать Другим Учить Других И Делиться То С чем Всевышний Вас Наградил Еще Интересный Момент Если Это Все Было Недельная Глава Якол Если Вы Посмотрите Недельная Глава Откуда Когда Евреи Уже Действительно На самом Деле Строят Мешкан Много Раз Повторяется Интересная Фраза Написано Что Они Сделали Это Сделали Это Как Заповедовал Всевышний Моше Эта Фраза Повторяется Несколько Раз Я не Читал Сколько И Прикрепили Они Сделали Как Повелел Господь Моше Следующий Обзац И Сделали Это Сделали Это Как Повелел Господь Моше Повторяется 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 Кстати В конце Там Написано В самом Конце Когда Это Все Завершено Было Моше Моше Увидел Как Они Это Сделали И Он Благословил Там Тоже Подчеркивается Это В 17 Предложении Подчеркивается Что Моше Увидел Это В 17 Предложении Когда Моше Увидел Как Евреи Это Сделали По Слову Господа И Он Благословил Почему Подчеркивается Как Заповедовал Господь Как Заповедовал Господь По Природе Человек Так Мы Сделаны Мы Знаем Кем Мы Сделаны Тоже Мы Не Любим Слушаться Есть Разное Объяснение Почему Мы Так Сделаны Люди По Природе Не Любят Слушаться Кого И Люди Очень Любят Проявить Инициативу Вот От Себя Вот Я Хочу Так Я Хочу Так Если Человек Собирался Часто Бывает Человек Собирается Что-то Делать И Вы Попросили Это Сделать И Уже Потирался Уже Нет Апетита Уже Не Хочется Человек Собирался Куда Чтобы Была Красивая Как Нам Больше Нравится Как Повелел Господь Моше Как Повелел Господь Моше И Наши Митсвот Наши Заповеди Которые Мы Делаем Иногда Мы Так И так Это Делали Причем Тору Мы Родители Уважали Не Только Потому Что Торе Написано Мы Детей Воспитывали Не Только Потому Что Торе Написано Многие Вещи Понятно Мы Так Воспитаны Мы Заповеди Делаем Потому Что Так Повелел Господь Моше Приводится Что Даже Если Человек Иногда Делает То Что Ему Положено Делать Но Если Он Делает По Своей Инициативе А Не Потому Что Бог Так Заповедовал Не Обязательно Даже Получает Награду Или Иногда Не Засчитывается Как Заповедь Человек Он Делает Он Должен Надо Прочесть Слушаться Как Повелел Господь Моше И Потом Таки Подчеркивается Что Мой Таки Благословил И Сказал Что Дай Бог Чтобы Вас Действительно В ваших Деяниях Приобрел 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 Шкана Потому Что Они Построили Мешкан Ну И Хорошо Что Не Построили Мешкан Какая Властная Цель Мешкана Чтобы Бог Спустился И Обитал То Что Называется Словом Мешкан В этом Мешкане Они Могли бы Это Строить 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 Если Всевышний Не Спустился Не Спустил Свою Шкану Все Это Было Просто Трата Времени Так Мой Жидал Благословение Что Поскольку Они Действительно Сделали Как Бог Повелел Дай Бог Действительно Чтобы Бог Спустил Свою Шкану И То Что Случилось Бог Действительно Спустил Шкану И Мешкан Действительно Благословен Эта Эта Часть Урока Заканчивает Именно Краткий Конечно Очень Краткий Обзор Именно Недельный Глав У нас Даст Бог Будет Еще Один Отдельный Урок Который Будет С Божьей Помощи Посвящен Парша Сахойдыш На этой Неделе Кроме Недельный Глав Мы читаем Отрывок Про Новолуние Нам дали Митцу Про Рашхойдыш И Дай Бог В этот Шамус Мы будем Благословлять Новый Месяц Но Об этом Даст Бог Будет Еще Один Урок С Божьей Помощи А пока Что Я Прощаюсь С нашими Слушателями Зрителями И До Скорого Свидания